Всем привет! Мы с вами находимся в городе Стокгольм, в бассейне. Здесь у нас спортзале, в бассейне. Как видите, здесь занимаются шведы. У них здесь такая проходит шведская настоящая жизнь. И сейчас я встретил женщину, которая говорит по-русски, сама рода из Москвы. Зовут Люба, и мы с ней немножко поговорим. Люба, здравствуйте! Меня интересует, вот вы живете в Швеции. Вот я смотрю, вроде все тут счастливые, все улыбаются. У всех такое хорошее настроение. Как для вас? Из-за чего это? Почему это? В чем вот это вот такой секрет счастья, если так можно выразиться? Ну, поверьте мне, кажется, шведские традиции. Традиции? Да, спокойствие. Все должно быть в меру. Вот так, если можно, вот это, ага. Вот так, все. Да. Вы давно живете? Давно, уже 28 лет. 28 лет. Очень давно. Разница, как вы чувствуете разницу между этой жизнью, и которая жизнь тоже в России и Москве? Ну, в России я жила давно, было вроде тоже неплохо. А теперь как-то, если я приезжаю туда, конечно, больше стресса и всяких таких проблем житейских. Ну, хотя, по-своему, в Москве тоже красиво. Эмоционально больше проблем, да, стресса? Да, 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 конечно. Народа много. Народа много, пробки надо много. Всего много. Всего много. Слишком. Да, здесь более народа меньше, спокойно, как-то все сбалансировано, уравновешено. А вот с этой шведской жизнью вам легко было в нее влиться? Или же все-таки были вот какие-то сложности вот уже со своим менталитетом? Да. Поначалу проблема, конечно, можно сказать, ностальгия или что это. Ну, домой хочется, это естественно. Ностальгия была, да? Да, была-была в Москву, там какая-то жизнь другая была. Здесь надо было свыкаться с новыми правилами, языком, конечно, и искать то учиться, то работать. Поэтому, конечно, нелегко в начале. Ну, когда как-то все установилось, я нашла быстро свою работу по своему призванию. Потому что я тоже тренер по плаванию. А вы были тренером по плаванию? Да. То есть получается, то, что хотели, то и нашли? Да. А сложно было устроиться на работу здесь? Нет, я как-то сразу меня взяли, да, и я устроилась. Какие-нибудь обучения, курсы были? Да, конечно, курсы были, да. Ну, знаете, дипломы. Поэтому меня взяли сначала практика как бы была, а потом уже пригласили сами. Вас взяли с российским дипломом? Да. А холодно. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.